Александр Багин, рулова Громадской Рады при областном управлении У меня запытание к разработчикам такого плана. В Запорожье реализовывался проект оценки рисков. Интересно, как материалы, как результаты оценки рисков использовались при разработке и учитывались при разработке данной программы. Какая судьба? Будет ли проводиться оценка рисков дальше? Второй вопрос. В рамках того же проекта рабочая группа общественных организаций в 2007-2008 году проводила общественную оценку той самой старой программы, ее эффективности и недостатков. И выдала целый пакет рекомендаций для разработки новой программы. Учитывались ли, имели ли вы эти рекомендации, учитывались. Ну там были в основном предложения и замечания к самой структуре программы, что она имела много недоликов со стороны и с точки зрения общественности. И если нет, то возможно ли эти рекомендации еще поднять и учесть? По поводу структуры программы я со второго начну. Программа была разработана институтом по основанию технического задания, которое было выдано институту. Техническое задание было предоставлено управлением, согласовано с депутатским корпусом. И на основании этого уже разрабатывалась программа такой структуры, какая она сейчас получила. По вопросу оценки рисков учитывались все наработки, которые были проведены. И как результат и как вывод в этой программе предложено, что для города необходимо, учитывая все проведенные уже работы, разработать конкретные медико-катилактические мероприятия для населения. Потому что в предыдущих работах, которые были проведены, мероприятия конкретно определены не были по результатам работы. И на данном этапе для города это самое главное. В этом вопросе наиболее необходимо. Ну а какая судьба этих работ по оценке рисков? Они будут дальше продолжаться, выкористовываться по этой программе или как? Ну например, информование здесь, раздел есть. Формование единого информационного простора, такой раздел. В рамках той же оценки рисков был создан сайт по оценке рисков и передан СЭС. То есть, какая судьба этого сайта? Будет он дальше развиваться? Будет ли размещаться там эти материалы по оценке рисков? Ну, эта информация есть в Санэпидемске. Вы знаете прекрасно, что это... Но она уже расформирована? Ну, она реорганизована. Реорганизуется, да. Сайт существует, Санэпидемсклужба по этому направлению работает. Что касается продолжения этой работы, вы прекрасно видите, в мероприятиях это направление забито в нашем новом проекте и программе. Мы неоднократно это обсуждали. У меня вопрос к институту. Вопрос такой. Вы сказали, что путем вывода постепенного ВВД портельновской печи и замены конвертерами будет повышаться влеческая ситуация. Это правильно, но там нигде не отмечено о вводе в эксплуатацию машин непрограммирования кистаты. Это первое. Это один из крупных таких условных моментов. И еще сейчас идет работа, я участвую в работе ООО с администрацией совместно с новым руководством по замене природного газа. При нагрепоченной ровной станке в упаковых стендах замена на электронерфи. В России давно такая тенденция идет, замена на природный газ выбирается из производства и заменяется экологически чистой, экономически выгодной. Если газом греет 20% КПД, а следствие электроэнергии 90%, то это же и экономически выгодно. Ну, нас интересует экологическая ситуация. Работа по этому делу идет, а у вас там 9 лет. Мы же не излагали полностью программу. Это не хотели взять полностью мероприятие по Запорожсталю, мы можем вам озвучить.